Джозеф Уильям Китингер II, офицер военно-воздушных сил США, известен своим участием в проектах «Монаик сил Сайор». Во время войны во Вьетнаме был сбит и захвачен в плен, в котором пробыл 11 месяцев ранней жизни. Военная карьера родился в городе Тампа, Флорида. В марте 1949 года поступил на службу в ВВС США и был направлен в школу подготовки летчиков. После окончания тренировок в марте 1950 года получил звание пилота и чин младшего лейтенанта. Дальнейшую службу унес на авиабазе «Ромштайн» в составе 86-го истребительно-бомбардировочного крыла. В 1953 году был переведен на авиабазу «Халаман» в Нью-Мексико, где служил офицером по безопасности полетов. Был инструктором по выживанию и методам катапультирования проект «Эксельсиор». Название происходит от латинского слова «Эксельсайер», означающий «все выше». Проект задумывался для изучения прыжков с парашютом с большой высоты. Предполагалось совершить всего три прыжка, которые должны были совершаться со стратостатов. В то время капитан Кеттингер был приписан к аэромедицинской лаборатории на базе ВВС Райт-Паттерсон. Первый прыжок был совершен с высоты 23 300 метров 16 ноября 1959 года. Из-за неполадок стабилизирующий парашют не раскрылся и Кеттингер попал в штопор. Его тело вращалось со скоростью 120 оборотов в минуту. Перегрузки составляли 22 грамма и Джозеф потерял сознание. Парашют открылся с помощью прибора автоматического раскрытия парашюта. 11 декабря он прыгнул снова уже с высоты 22 760 метров, за что был награжден парашютной медалью Лео Стивенса. 16 августа 1960 года состоялся последний прыжок в рамках проекта Excelsior с высоты 31 300 метров. Раскрыв тормозной парашют для стабилизации, Джозеф Кеттингер падал 4 минуты и 36 секунд, достигнув скорости 988 километров в час до открытия основного парашюта на высоте 5500 метров. Герметичность правой перчатки была нарушена, этот прыжок получил несколько рекордов. Самый высокий прыжок со стратостата, самый высокий прыжок с парашютом, наиболее долгое падение с тормозным парашютом и наибольшая скорость, достигнутая при падении. Все эти рекорды зарегистрированы в ВВС США, ФА их не признает из-за использования стабилизирующего парашюта во время прыжка. Проект Старгейзер Вернувшись на авиабазу Халаман, Кеттингер принял участие в проекте Старгейзер. От 13 до 14 декабря 1962 года он и астроном Ильям К. Уайт поднялись на стратостате на высоту 19 050 метров, где провели более 15 часов за астрономическими наблюдениями. Дальнейшая служба Впоследствии Кеттингер служил во Вьетнаме, совершив 483 боевых вылета. Первоначально совершал полеты на Дуглас А-26 инвадер и модифицированном он марк инжиниринг Б-26 как антер инвадер. Затем пересел на Макдоналд Дуглас Ф-4 Фантом-2 и стал командиром 555-й тактической истребительной эскадрильи. Также был командиром 432-го тактического разведывательного авиакрыла. Кеттингер был сбит 11 мая 1972 года во время полета на F-4 да вместе с Уильямом Даже Рэйчем северо-западней деревни Тайангауен в северном Вьетнаме. Фантом был сбит самолетом МиГ-21. После катапультирования Кеттингер и Рэйч были схвачены и помещены в тюрьму Хан и Хилтон. Там они провели 11 месяцев. Во время нахождения в плену Кеттингер подвергался пыткам. Сейчас полковник проживает в Орландо, штат Флорида. Он оказывал содействие в осуществлении проекта Red Bull Stratos. Редактор субтитров А.Семкин